Ну, теперь перейдем к другим покупкам и подарочкам, которые не были сделаны уже в Экспрайсе. Это другие какие-то магазины. Вот я вам снег показала, он стоит 35 рублей всего лишь. Два волокона взяла для украшения окон. Также я давно мечтала, знаете, когда смотрела американские фильмы еще, «Один дома», и они очень красиво всегда украшают к Рождеству. У них к Рождеству дома свои, снеговиков ставят. Вот это вот у нас тема вообще, из тех же самых конструкций. Вот есть такие олени, которые светятся, можно ставить к дому. Вот это вот у нас все пошло недавно. И я вот смотрела на шапожки, которые висели над камином, или под камином, над камином они висели, куда родители вкладывали свои подарки. Я вот прям смотрела, и мне так хотелось, вот сам камины, до сих пор мечтаю о камине, и мне хотелось вот эти вот сапоги себе, чтобы можно было куда-то повесить. Но камина пока нету, сапог я купила, повесила его в кухне. Будут уже видео показывать, как я украшала свою квартиру. В кухне я повесила его, и можно, допустим, какие-то мелочи, приятности, вкусности покупать либо семье, своему любимому, либо деткам, и вкладывать их сюда в сапожки. И писать какие-нибудь записочки милые, может быть, там скрепочки прикреплять, тебя там ждет подарок и так далее. Я думаю, он провесит меня очень долго, вплоть до, наверное, весны. Вот. В принципе, качественно сделано, стоит всего лишь 44 рубля. Также я купила, но уже моя книга давно мечтала себе о блокноте, который был бы небольшого размера, который бы я легко могла уместить в сумку свою, и который бы закрывался либо на ключик, либо вот таким вот способом, резиночкой. Этот вот блокнотик двухсторонний, куда бы я смогла записывать свои какие-то сокровенные мысли, либо делиться желаниями, благодарностями. И вот такую вот мечту блокнота я свой нашла. Он состоит из двух частей. Здесь вот на перфорации разлинованной и датированной, нет, не датированной, в клеточку странички. А с этой стороны вот обычный вот такой вот блокнот перекидной и без какого-то линования. Так вот, вот здесь вот я решила записывать свои мечты и желания. Вообще, эту практику я нашла, когда проходила тренинг у Ольги Валяевой. Там первым заданием у нее была необходимость написать 100 своих желаний. Мы живем, да, и как правило, мы сами по себе девушки, мы очень жертвенные, то есть мы отдающие, и мы служим, служим нашим близким. Если у нас появляется молодой человек, то мы начинаем ему усиленно служить в большинстве своем. И часто всего мы забываем о своих близких, родных, друзьях, о желаниях, о своих, ну, в первую очередь, о своих желаниях, о том, чего мы хотим. И первым заданием вот как раз с Ольги Валяевой в женском марафоне, марафон женственности был, который проходил года, наверное, два назад, у нее нужно было написать 100 своих желаний. И потом посмотреть через какое-то время, насколько эти желания сбылись. Но я писала, и потом уже сейчас не имею доступа к личному кабинету, я либо забыла его, либо они сейчас сменили программу, и я не смогла зайти и просмотреть. А нет ничего удобнее, чем записывать вообще все это вручную. То есть мы забываем вообще, когда у нас появление различных гаджетов, смартфонов, планшетов, мы забываем о том, что у нас есть книги, которые мы можем читать бумажные. Я обожаю читать бумажные книги. И мне никакое удовольствие не приносит чтение электронных книг, как бумажные. Я очень к раннему случаю, когда не могу найти, например, бумажную книгу, читаю в электронном виде. И то же самое. Я до сих пор обожаю делать записи в блокноте. То есть у меня нет электронного какого-то ежедневника. Я все свои записи веду в блокноте. И вот я нашла свой блокнот, блокнот своей мечты, можно сказать, в котором бы я могла написать все свои мечты, все своих 100 мечт. И я уже начала его писать. О чем я говорила? О том, что да, когда у нас появляется в жизни человек любимый, либо, допустим, опять же, семья, дети, мы, как правило, забываем о себе, отдавая все свое время и внимание близким нам людям. А здесь есть возможность вам зафиксировать какой-то триггер, такой напоминалочку для собой себя поставить, а что же на самом деле хочешь ты. И периодически можно к нему обращаться. И также я каждый день себя стараюсь приучить писать благодарности, за что я благодарна этому дню. Сейчас мы смотрим фильм «Курсанты», и это такая военная тематика. И удивляешься, ну не удивляешься, а вот как-то я очень сильно на этом заостряю внимание, насколько люди счастливы и благодарны были каждому прошлому дню. И они на самом деле жили в моменте «здесь и сейчас», они любили в моменте «здесь и сейчас». Если, допустим, мужчина знакомился с женщиной, и он понимал, что он влюбляется в нее, влюблен, он тут же ей сделал предложение, потому что понимал, что, возможно, другого шанса у него уже не будет, потому что жизнь коротка, тебя могли в любое время забрать на войну, и ты уже не жил бы. То есть жили люди в моменте «здесь и сейчас». А сейчас у нас живут гражданскими браками по 7 лет, и не спешат делать предложения, рассчитывая на то, что вся жизнь впереди, и, возможно, это не тот человек, то есть не могут до конца определиться. Ценности другие были, то есть кусок хлеба имел огромное значение, то есть мы сейчас не ценим, мы выкидываем продукты, мы недовольны вечно чем-то, жизнью, тем, что мы там заработали 300 рублей, какие-то планы строили на более крупные суммы. И вот это вот ощущение жизни… Как-то я… Почему у меня блокнот как-то… О, ну что с меня тут стало? А, вот так вот и надо. То есть перестаем ценить, ценить элементарные мелочи нашей жизни, что у нас есть крыша над головой, что у меня есть машина, например, на которой, которая мне экономит время, и это вторая моя крыша над головой, не дает мне замерзнуть и так далее. То есть нужно ценить, ценить на данный момент, что ты уже имеешь, быть благодарным за то, что ты имеешь, и жить в моменте здесь и сейчас. Вот такие вот фильмы, они, кстати, очень-очень хорошо учат. И он тоже в такой, видите, романтической тематике. Видно, на меня влияет вообще обстановка, в которой я сейчас живу, и поэтому не хочется всякие такие милости, прелести брать, разные штучки такие интересные, которые… Не знаю, мне… Вот я сейчас наконец-то стала открываться как девушка, раскрываться как девушка. Если раньше, начиная, наверное, с 15 лет, я хотела работать, и я тогда встречалась с молодым человеком, он мне сказал, я бы не хотела, чтобы ты работала. У нас были такие очень яркие отношения, очень запоминающиеся, которые до сих пор оставляют теплоту в моем сердце, но очень яркие. И таких отношений я вообще еще в своей жизни не встречала даже у других людей. То я тогда, когда мне молодой человек сказал, что я хочу… Я бы не хотела, чтобы ты работала. Я не понимала тогда смысла и ценности этих слов. Когда я сейчас читаю, например, «Ту же валяю», слушаю Нарушевича Тарсунова, которые говорят, что женщина не то чтобы не должна работать, она может работать, но чтобы работа приносила ей удовольствие и счастье. Та работа, которая будет давать стресс, создавать проблемы в жизни женщины, все эти проблемы, они будут перекладываться на близких. Счастливая женщина в семье, она сделает счастливой всю свою семью. Если женщина несчастна, то будут несчастны ее дети, муж и так далее. Я тоже сейчас этой тематикой очень сильно увлекаюсь. К чему я это говорила вообще? Что я про работу говорила? Почему я про отношения начала говорить? Не знаю, наверное, это нужно было для чего-то. Так, перейдем ко второй моей части. У нас вчера был новогодний корпоратив, и там я получила некоторые подарочки от своего наставника. Мне также вручили книжки, как правило, мне не Зарезка Нин Федоровна дарит мне книжки, тоже за какие-то звания, или на какие-то праздники, на день рождения. И мне очень книга одна понравилась, так что я люблю читать, люблю читать именно бумажные варианты, она, скорее всего, об этом знает, хотя я об этом не говорила. Это «Свияж», «Улыбнись, пока не поздно». Знаете, смысл этой книги состоит в том, что чем больше мы в нашей жизни что-то отрицаем, тем больше вероятность, что это в нашей жизни появится. Например, «Я ненавижу людей непунктуальных». 100% в моей жизни будет чаще всего встречаться непунктуальные люди. То есть это зависит от степени принятия, то есть насколько ты готов принять ту или иную ситуацию того или иного человека. И если ты осуждением занимаешься в своей жизни, если честно, вот опять же, я сегодня с мамой разговаривала, какие-то философские темы у меня в голове, но я думаю, вы уже привыкли, кто меня давно смотрит, и будет, скорее всего, интересно. Это для тех, кто постарше. И у меня сейчас такая вот потребность душевная с кем-то поговорить. Хотя я тоже с мамой сегодня разговаривала, сейчас, наверное. Так вот, мысли мои скачут. Я благодарна своей жизни, потому что, во-первых, она исполняет все мои желания. Вот всё, что бы я не загадывала, о чём бы я не думала, в своей голове, это рано или поздно сбывается. Вот я вам говорила, например, о молодом человеке, который не хотел, чтобы я работала, а я очень хотела работать. Я даже, когда училась, многие любят студенческие годы, а я не могла дождаться того момента, когда я выйду на работу. Я уже на третьем курсе училась очно, и при этом ещё подрабатывала. Я на третьем курсе устроилась в банковскую систему. И вот всё, что я бы не загадала в своей жизни, у меня всё забывается. И в то же самое время, если я занимаюсь осуждением чего-либо, в этой жизни ситуация появляется в моей. То есть у меня такое складывается ощущение сейчас, я вот с вами разговариваю, оно всё больше и больше появляется, осознаю я всё больше и больше, что какая-то вот эта вот моя жизнь, и я верю в карму, я верю в предыдущие жизни, в прошлые жизни, что я в этой своей жизни отрабатываю по максимуму всё, что я могла бы отработать. И если я чего-то хочу, это тут же в моей жизни появляется через какое-то время. Если я занимаюсь осуждением, то мне в этой же жизни появляются все ситуации, которые я когда-либо осуждала. Либо я нахожусь в таких ситуациях, как я веду себя так же, как я осуждала действия другого человека. Ну вот как-то так. И ты можешь отработать все свои грехи в этой жизни, а можешь ты отрабатывать в следующей жизни. Так вот я благодарна, что именно в этой жизни у меня получается возможность всё сразу же, сразу же получить свои жизненные уроки и ошибки. А вот тематика этой, я уже говорила, что чем бы ты идеализация, то есть если что-то идеализируешь, что в твоей жизни, вот например у меня есть подруга, которая заболела туберкулёзом, она говорит, болела, переболела она, и она говорит, я всегда избегала, я боялась, я безумно боялась заболеть туберкулёзом, и она жила около диспансера, и она оббегала эту территорию, боясь заразиться, и в жизни её пришла вот эта вот ситуация, то есть она сама заболела туберкулёзом. Я много таких, если честно, вещей знаю, когда человек что-то осуждает, а потом бах, у него в этой жизни появляется. Или, допустим, ты считаешь, что ты вне семейной жизни счастлив быть не можешь, и тебе специально семья не даётся, чтобы ты понял, что и нашёл себя вне семьи, нашёл себя как личность вне семьи. Но очень классная книга, мне очень она понравилась, и прямо она в тему мне сейчас, вот в момент моей жизни появилась. И ещё она подарила мне книжку, это Рэнди Кейджа, «Почему бы глупы, больны и бедны?» Как создать здоровым. Но мне эта как-то тема, она не особо, сейчас вот, как заработать денег, меня она не особо волнует. Поэтому мне больше по душе близка книга именно с Вияжем. Также мне свой наставник подарил вот такую штучку, это браслетик, я не особо люблю бижутерию, я вам уже говорила, жёлтого цвета, но он мне понравился, потому что я работаю, как вы знаете, в компании Фаберлик, а здесь надпись «I love you, Фаберлик». Что-то вроде «Пандоры», хотя для меня вот детский браслет, для меня этот браслет, он очень детский. Ну так, я Фаберлик, я его, конечно же, буду носить. Что мне там ещё? Что мне ещё этот Новый Год, какие сюрпризы принёс? Вчера я выиграла игрушку, у нас были корпоративные разные конкурсы, и мы заняли там какая-то команда «Наши места», не заняли, нас там победила дружба, и нам раздавали подарки. Я взяла вот себе вот такую рыбку, но мне Дед Мороз вытащил из мешка рыбку, а так как я в гороскопе под знаком рыбы, поэтому она мне в тему, хотя она не подходит мне вообще, никаким моим игрушкам. У меня всё оформлено в золотистых и красных цветах, в этом году я квартиру свою оформила, она не в тему мне, казалось бы, но я её обязательно повешу, это как символ будет меня. Так, и ещё она подарила мне магнитик на холодильник вместе с термометром и год петуха. И деньги тут, видите, всё по феншую. Недавно я забрала из... Наконец-то у нас есть местные закупки, закупочные сайты, где можно заказать всё с большими скидками. И вот ванны себе для снижения веса. Это скипидарные ванны, они не только направлены на снижение веса, а полностью на оздоровление организма. Это по... А не помню, по какому методу эти вот ванны разработаны, но они имеют ряд противопоказаний, поэтому будьте аккуратны и прочитайте свои противопоказания. Долго пролежала, уже там началось начисляться мне платное хранение. Я быстрее побежала забирать. Что-то мне не нравится, как стоит. Так, вот с одной стороны ёлочку поставим, а с другой стороны такую большую, наверное, да? И симпатичнее. Смотрится... Ещё Сашка мне вот это вот, он мне там разные сюрпризы всегда какие-то приносит. Мармирал отжевательный, но с каким-то подвохом. Потом я отдельное видео сниму, ну, не отдельное видео, а куда-нибудь вставлю во влог, где покажу, что это за штука такая. Вместе с вами посмеёмся. Так, мне кажется, всё. На сегодня у меня закончили все подарки. И смотрите, завтра, наверное, я выложу ролик, как я украшала эту квартиру. Что-то мне кажется, какое-то видео такое получилось, очень спокойно, умиротворённое. Обычно у меня видео все такие агрессивные, с маханием рук, с экспрессией. А это прям какое-то такое уютное. Я даже сама себя чувствую, что я очень такая спокойная. Бывает море у нас бушующее, а бывает оно вообще по волнам теплещет. Вот у меня такое состояние. Ну, вот и всё. Наконец-то я разбирала подоконник, потому что я всё складывала туда, что я покупала. И, наконец-то, я всё-таки отсняла это видео. Всем пока-пока. До встречи на моём канале в следующих видеороликах.